Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. В прошлом выпуске я готовил лапшу для лагмана, но сегодня займусь самим лагманом. Вообще говоря, мне очень нравится уйгурская кухня, и на мой взгляд, лагман один из самых ярких ее представителей. Конечно, удобнее всего его готовить в воке, ну или по крайней мере в большом казане. Но у меня нет, к сожалению, ни того, ни другого, поэтому буду обходиться тем, что есть. Еще одно маленькое, но важное замечание. Вариантов лагмана величайшее множество. Поэтому я покажу сегодня всего лишь один из этого множества. Не надо считать, что он единственно верный. Давайте уже пройдем за рабочее место и приступим. Лагман готовят как из баранины, так и из говядины. К сожалению, в наших краях нормальные баранины в магазинах не купить. Здесь вообще каких-то странных баранов продают. Они очень точненькие, на них мяса мало, а вот зато нутряного жира очень много. Ну, поэтому я буду готовить из говядины. Здесь у меня нарезанные овощи. Лук, сладкий перец, редька. Здесь сельдерей, чеснок, зелень сельдерея. Кстати, вот пряности есть. И, естественно, томаты протертые. Еще я использую капусту. Здесь у меня только белая часть капусты, плотная, твердая, зеленые части я оставил на салат. Вообще, состав овощей для лагмана очень разнообразен. И главное в этом блюде не состав, а последовательность обжарки. Нужно обжаривать так овощи в масле и мясо, чтобы они в конце обжарки не развалились в хлам. В лагман можно также использовать морковь, фасоль, баклажаны. В общем, что у вас есть в наличии? Огонь сильный и постоянно помешивает. Надо, чтобы мясо уже побелело и даже начало немного обжариваться. Поэтому нужна очень мощная конфорка. Большая кастрюля, а лучше, конечно, широкий вок или казан. Как только мясо начало приобретать местами вот такой цвет, кладем порубленные стебли сельдерея и чеснок. Обжаривая смесь, они будут издавать потрясающий аромат и пропитывать этим ароматом все масло. Пора добавить соли и пряности. Я уже говорил, что большинство ароматических веществ жирорастворимы. Поэтому именно сейчас я выкладываю приправы. Черный перец, красный острый перец и паприка. Если сухие приправы выложить просто в раскаленное масло, то они мгновенно сгорят. Но сейчас у нас в этом масле обжаривается мясо и сельдерей. И мясо сельдерей содержит воду. И пока эта вода не выкипит, температура масла выше 100 градусов не поднимется. Поэтому сейчас идеальный момент. Овощей еще мало, все масло на поверхности и может легко и быстро растворить в себе все ароматические масла из приправ. Иногда, кроме черного перца, в лагман добавляют белый перец. На мой взгляд, это глупость. Потому что белый перец это тот же самый черный перец, с которого просто сняли вот эту вот шкурку черную. Которая содержит более резкие, более грубые ароматы. Пора лук выложить. Так вот, когда надо приправить, например, рыбу перцем, то логично использовать белый. Он более тонкий запах имеет и с рыбой он будет нормально себя чувствовать. Но если в одно блюдо класть одновременно и белый и черный, это выше моего понимания. Смысла в этом никакого не вижу. Лук немного обжарился. Добавляю капусту. Если использовать капусту, то нужно брать только вот эти вот белые плотные части листа. Тонкая мягкая зелень здесь не нужна. Превратится в тряпочки и будет невкусно. Поэтому тонкую нежную часть листа используйте на голубцы или на салат. А вот эту белую грубую на лагман. Пришла пора редьки. Очень хорошо получается, если использовать крупную зеленую редиску или редьку. Я не знаю, как ее правильно называть. Я ее в России покупал. Можно использовать и обычную редиску. Красную, нашу российскую. Но добавлять ее нужно совсем немного. Она имеет достаточно специфический вкус и аромат. Сейчас немного обжарится и придет пора болгарского перца. А я пока приготовлю бульон из концентрата. Если кто-то пропустил ролик про домиглас, щелкайте вот сюда. Кладу болгарский перец. Он очень нежный, поэтому сейчас его старательно перемешаю, чтобы его ароматное масло все обволокло. Обжаривать его практически не надо, поэтому сразу сейчас добавляю бульон. Бульона не надо много. Благман это не суп. Это второе блюдо с ароматной подливой. Сейчас закипит, поварится минут 5-7 и можно выключать. А я пока приготовлю лазан. Это приправа, которая распространена в Средней Азии. Готовится очень просто. Мне надо раскалить растительное масло. Красный острый перец нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы он не сгорел, когда я вылью в него раскаленное масло. Теперь чеснок. Оставлю его в центре. Масло буду наливать именно на него, чтобы чеснок слегка обжарился. Перец у меня очень острый, поэтому когда будете готовить, ориентируйтесь на свой. Возможно, вам понадобится его положить побольше, ну или поменьше. Масло раскалилось. Осталось только залить смесь. Видите, как зашипело. Отлично. Перемешиваю. И надо добавить немного уксуса, чтобы придать слабую кислинку. И все готово. Это очень острый соус, наподобие грузинской острой аджики. Лагман у меня готов. Вода для лапши кипит. Лагман выключу и добавлю зелень сельдерея, листочки. А сам займусь лапшой. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда. В этом ролике я показываю, как готовить такую лапшу. Ну, вернее, заготовки для лапши. Готовить я буду и сейчас. Варится ей 5-6 минут. И можно есть лагман, кстати. Можно класть еще зелень жусая. Это душистый или ветвистый лук. Растет в Средней Азии в основном. Вообще, состав овощей для лагмана настолько разнообразен, что порою сложно понять, где лагман заканчивается, и начинается нечто совсем другое. Вот и лапша готова. Очень яркое блюдо. И по цвету, и по ароматам, и по яркости вкуса. Снимаем пробу. Я обожаю это блюдо. Великолепно. Очень яркое. Очень летнее. Очень богато вкусными ароматами. Я, конечно, люблю лагман значительно больше и с баранины. Ну, нет у нас здесь баранины. Ну, даже с говядиной это очень и очень хорошо. Богатство овощей, богатство вкусов, яркость необыкновенная. Ну, а тот, кто льет поострее, всегда может добавить себе немножечко лазана. Ммм. Глаза на лоб лезут. Отлично. Готовьте и пробуйте. Это очень вкусно. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ну, вы знаете, что надо делать. Новые зрители, подписывайтесь на канал, а то потом потеряетесь и расстроитесь. Заглядывайте все в описании видео. Там, во-первых, пропорции продуктов указываются каждому моему рецепту. А, во-вторых, там есть ссылки на соцсети, на Инстаграм, на ЖЖ, на Вконтакте. Там я размещаю фотки и рецепты тех блюд, которые не снимаю на видео. Пишите, что вам хотелось бы еще здесь увидеть в этом шоу. Если получится, обязательно сниму и покажу. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok